В Пекине завершается всемирная конференция робототехники. На мероприятие съехались более 100 экспертов, 12 международных организаций и представители более 120 компаний со своими последними разработками. На конференции побывали и наши корреспонденты. Ученые со всего мира приехали сюда, чтобы обсудить будущее роботов и продемонстрировать это будущее уже сейчас. Роботы-официанты, роботы-танцоры и роботы-мастера боевых искусств. Эксперты говорят, что в будущем машины смогут освоить большинство профессий. Робот Джимми Ноид стала звездой в Японии и даже снялась в одном фильме. Ее лицо из силикагири может демонстрировать 65 разных выражений, а еще Джимми Ноид поет. Инженеры Сенганского университета науки и технологий разработали робота-спортсмена. Он никогда не устает от игры в бадминтон. Наш робот использует 3D-изображение, захваченное его глазами, чтобы идентифицировать валан. Еще он может наносить удары десятью разными способами. А этот робот приехал из Республики Корея. Частично управляемый с помощью пульта, он может передвигаться в разных направлениях, использовать сверло и оценивать окружающую обстановку. Разработчиков отметили несколькими наградами. В другой части выставки посетителей поразила изящная электронная рука, которую 20 лет разрабатывали в Харбинском институте технологий. Этот робот может повторить до 90% движений человеческой руки, которую он улавливает с помощью специальной перчатки. «Эта рука представляет собой полноценную систему. Например, двигатели и тормоза встроены в пальцы. Это позволяет сделать электронную руку довольно миниатюрной». Китай впервые принимает Всемирную конференцию робототехники. По словам организаторов, это принесет стране большую пользу. «Китай уже второй год подряд – крупнейший рынок робототехники. Перспективы развития сферы огромные. Эта конференция станет образовательной платформой для Китая. Наши компании используют ее как основу для сотрудничества. А молодые люди черпают здесь вдохновение». Председатель КНР Си Циньпин отправил организаторам конференции письмо с поздравлениями. По его словам, Китай готов сотрудничать с другими странами в деле популяризации робототехники. Премьер Госсовета КНР Ли Китян добавил, что развитие сферы необходимо для трансформации китайской экономики и превращения ее из мировой фабрики в центр мировых инноваций. Продолжение следует... Продолжение следует...